Всем привет! Сегодня мы готовим вкусное, сочное мясо. Для вас я подготовила сразу три рецепта. Первый рецепт это свиной кебаб для шаурмы. Вы только посмотрите какая сочность. Очень аппетитно, отличный вариант для большой компании и для семьи. Шаурму можно готовить и дома. Нам понадобится свиная шея около 1 кг. А нарезать сегодня мясо очень тонко, ровно и красиво мне поможет мой новый швейцарский нож от Zepter. Я не смогла не поделиться с вами этой покупкой. Просто в восторге от этого ножа. Нож дымчатый дуб для мяса и разделки. Он идеально подходит для того, чтобы тонко нарезать мясо, птицу или рыбу. А еще он удобен для того, чтобы отделить мясо от костей. Так тонко мясо я еще не нарезала. Просто замечательный нож. Очень удобно держать в руке. Выглядит потрясающе. Это нож профессиональный. Я далеко не профессионал, а просто любитель. Но этот нож меня покорил. Лезвие ножа из булатной стали. Ручка дымчатый дуб. Покупала я нож на официальном сайте Zepter. Ссылки на него я оставлю в описании. Переходите, там столько всего интересного. Нож я покупала для себя. Но также он станет отличным подарком для поваров, для любителей готовить и просто для хороших хозяек. Вот вам отличная идея. Шею нужно промыть, обсушить, все как обычно. И тонко на кусочки нарезаем. Оцените. Посмотрите, как тонко мы нарезали мясо. Своим ножом я бы не смогла справиться и нарезать так тонко, такой большой кусок. Большие полоски я разрезала на две части. На маринаде я взяла 2 столовые ложки майонеза, кетчуп 1 столовую ложку, соль и специи по вкусу. У меня паприка, мускатный орех, молотый чеснок и все то, что я нашла дома. Перемешали. Добавляем маринад к мясу и хорошо перемешиваем, чтобы каждый кусочек мяса был в маринаде. Маринуем 2 часа, но лучше конечно ночь. Для подставки я использовала лук, но лучше взять картофель, крупные кусочки. На лук одеваем 2 шпажки, а на шпажки нанизываем наше мясо. Нанизываем в хаотичном порядке. Можно соорудить какую-то подставку. Одеваем на мясо фольгу. Ставим запекаться в разогретую духовку до 190 градусов на 2 часа. Через 1,5 часа снять фольгу, чтобы мясо подрумянилось. Также я запекла картошечку и нарезала свежие овощи. Вы только посмотрите, какая красота! Очень сочно, запах просто на весь дом. А как вкусно! Мясо получилось замечательно. Шаурму мы любим, а теперь будем с удовольствием готовить ее дома. Это намного полезней и поверьте мне, вкуснее. Мясо я подавала также на блюде от Zepter. Очень качественное и очень красивое. Супер удобное и с нержавеющей стали. А это отбивные с ветчиной. Просто ушли на ура! Дети даже спорили, кому достанется больше. Для этого рецепта нам понадобится также мякоть свинины. Очень тонко нарезаем. Нож с этим справляется на ура! Каждую отбивную солим. Всего у меня будет 3 отбивные. Для них я порезала 6 кусочков мяса. Добавляем к мясу специи, любимые. У меня просто молотый черный перец. На кусочек мяса выкладываем ветчину. Ветчину не жалейте. Здесь она очень хорошо подчеркивает вкус. Сверху укладываем сыр, чтобы скрепить наши половинки. Остальные кусочки мяса также солим, перчим. И укладываем сверху на сыр. Взбиваем одно яйцо. В отдельную мисочку всыпаем панировочные сухари. Окунаем нашу отбивную вначале в яйцо, а затем панировочные сухари. Противень засылаем пергаментом, смазываем растительным маслом и выкладываем отбивные. Ставим запекаться в разогретую духовку до 180 градусов на 30-35 минут. А через 20 минут мясо перевернуть, чтобы оно подрумянилось со всех сторон. Запекаем до готовности. И вот что у нас получилось. Это так вкусно, а запах просто обалденный. Мясо с ветчиной это сочетание какое-то нереальное. Очень рекомендую вам попробовать. Посмотрите, как сочно. Сок просто течет. А это слоеное мясо с грибами. Отличный вариант вместо колбасы. Также берем мякоть свинины, примерно около 1 килограмма. Очень тонко нарезаем. Как видите, у меня это получается замечательно. Нож просто превосходный. Я заметила, что теперь только к нему я и обращаюсь. Нарезаем на пластинке 400 грамм шампиньонов. Обжариваем шампиньоны до готовности. Они должны быть хорошо поджаренными. В конце шампиньоны солим и немного добавляем перца. Можно любимые специи. Еще раз перемешаем и готово. Отдельно натираем 120-150 грамм сыра. Кусочки мяса слегка отбиваем. Также солим, добавляем специи. Все как всегда. Делаем это с двух сторон. На каждый кусочек мяса выкладываем шампиньоны. Шампиньоны посыпаем сыром. Немного, буквально, чтобы скрепить наши кусочки мяса. Сверху еще один кусочек мяса, который мы также отбиваем, солим, перчим, добавляем специи. И все так же. Собираем слоями. Мясо, грибы, сыр, мясо, грибы, сыр. И так далее, пока все не закончится. Верхний кусочек я хорошо отбила, чтобы он был более тонкий и закрыл всю начинку. Теперь я скрепила все кулинарными нитками. Но это не обязательно. Можно просто сразу упаковать в фольгу. Или в пакет для запекания. Заворачиваю кусок мяса в фольгу. И ставлю запекаться в разогретую духовку до 200 градусов на 1 час. Через 40 минут фольгу убрать, чтобы мясо подрумянилось. Ну как, аппетитно? Как по мне, так очень. Это мясо мне очень понравилось. Сейчас оно горячее. И поэтому немного расслабляется. Но когда оно остывает, сыр застывает и скрепляет весь кусок мяса. Тогда очень удобно нарезать и ничего не разваливается. Вот такие три рецепта из мяса я сегодня для вас подготовила. Надеюсь, вам понравилось. А нож просто превосходный. Советую обратить на него внимание, если вы тоже любите готовить. А понравился рецепт? Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Субтитры сделал DimaTorzok